Весь день 9 февраля, вечер и ночь 9 и 10 были очень богатые на волнительные и опасные события, но обо всем по порядку. Раннее утро 9 февраля началось с того, что пришло сообщение, что Российская Федерация атаковала Украину 16 дронами «Камикадзе» типа «Шахет-131-136». Дроны запускались с Крыма, мы с Чауда. Нашему ПВО удалось сбить 10 из 16 ударных дронов. В начало 10 утра поступает тревожная инфа, что в сторону Энгельса зафиксированы два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые держат курс в зоне пуска ракет. Это сообщение появилось довольно-таки неожиданно, как будто бы из ничего. 9 часов 40 минут Ту-95 совершили маневры, которые говорят о том, что были совершены пуски ракет. В воздушном пространстве Украины ракеты ожидаются в 10 часов 20 минут. 10.30. Инфа такая. Пока никаких ракет в воздушном пространстве Украины нет. Но есть инфа, что один Ту-95 идет на посадку на военный аэродром Дягилева, а второй на военный аэродром Энгельс. Чуть позже сообщают, что ракет не было, были совершены фальш-спуски ракет. 10 часов 50 минут. С военного аэродрома Моздок взлетели МиГи-31К с ракетами кинжал на борту. Также есть фиксация взлета самолета-дозаправщика Ил-78. Воздушная тревога может быть дана, если самолеты будут над акваторией Черного моря. 11.25. У нас в Одессе и по всей Украине звучит воздушная тревога. МиГи-31 над акваторией Черного моря. Томительно тянется время. Пусков ракет кинжал не фиксируется. И около часа дня поступает сообщение «Отбой воздушной тревоги по МиГам». 13.35. Поступает весьма тревожная информация. Фиксируется взлет. 8 бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья. Вектор движения бортов в сторону зоны пуска ракет. Следим за сигналами воздушной тревоги. Уже ближе к вечеру инфа по Ту-95М такая, что они летят в зоны пуска ракет над акваторией Каспийского моря. Следите за сигналами воздушной тревоги. В 18.25. Лаконичное сообщение. Следите за тревогой. Есть угроза. 20.30. Все 8 Ту-95МС покинули зоны пуска ракет над акваторией Каспийского моря. О пусках ракет ничего не сообщается. 21.30. В Одессе звучит воздушная тревога. Лаконичное сообщение. К нам шахеды. Ракет в воздушном пространстве нет. Минут через 20 поступает инфа, что шахеды на подлете к Одессе. Они заходят на наш город с разных сторон. С начала 11 вечера в Одессе слышна достаточно мощная канонада работы ПВО. Идет отработка по шахедам. Шахеды, как обычно, запускают группами с интервалами. Поэтому у нас канонада то слышна, то разгорается с новой силой. Очень громко. Очень и очень громко. Шахеды над центром города. Шахеды фиксируются в разных частях нашего города. Канонада то отдаляется, то приближается. Так продолжается минут 30. Потом все стихает. Приходят сообщения в воздушном пространстве над Одессой чисто. Но к 23 часам ждем вторую волну дронов Камикадзе. Чуть позже инфа по шахедам такая. Ждем шахеды возле Одессы в 23 часа 20 минут. Это шахеды, которые запустили с Крыма мы с Чауда. Будьте в укрытии. Сообщений о прилете в Одессе во время предыдущей атаки дронами Камикадзе на наш город не поступает. Это радует. Но ждем вторую волну. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба. Всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч.